Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек. С инициативой о создании и проведении праздника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. С 2008 года День библиотек трансформировался в месячник, в течение которого проводятся различные мероприятия. Популярностью пользуются также сборы книг для пополнения школьных библиотек. А что нового и интересного в Десногорске мы узнаем прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. В городе началась долгожданная реконструкция кинозала. В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили предметы и вещества, применяемые для изготовления и потребления наркотических средств на основе маковой соломы. Десногорские полицейские ликвидировали наркопритон. Сводка криминальной обстановки за неделю. Все, что мы планировали на сегодняшний матч, у нас в принципе удалось. Вопросов нет ни к одному из игроков, ни в принципе к выбранным комбинациям. Дебют смоленских баскетболистов на первенстве ЦФО. А теперь об этих и других новостях подробнее. Глава региона Алексей Островский провел прием граждан по личным вопросам. Смолян интересовали такие темы, как газификация населенных пунктов и ремонт подъездов многоквартирных домов. Губернатор выслушал жителей, дал конкретные поручения чиновникам, а также определил оптимальные сроки исполнения принятых решений. Десногорцы уже и забыли, когда в последний раз смотрели фильмы в кинотеатре города. Наконец-то в здании Центра культуры идут работы по восстановлению кинозала. Подробнее в нашем сюжете. Здесь до сих пор стоит оборудование конца 80-х годов. Кино не показывают уже много лет. Лишь изредка частные предприниматели брали зал в аренду для проката фильмов. Жители все же хотели, чтобы в городе был собственный полноценный кинотеатр. Просьбы десногорцев были услышаны. Благодаря участию в конкурсе поддержки кинотеатров, дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Этот конкурс проводит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Одно из условий отбора – численность населения города должна быть не более 500 тысяч человек. Уже в начале мая стало известно, что десногорский кинозал выиграл грант в размере 5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на покупку нового оборудования и кресел. Также фонд АТРАЭС выделил 3 миллиона на строительные работы. Они, кстати, уже идут полным ходом. Уже уложили новое напольное покрытие. Начинается монтаж звукового оборудования. В скором времени начнется замена акустических панелей, установка киномоорудования и крана. Помимо показа фильмов, у кинотеатра будут и другие функции. Кинотеатр будет не только кинотеатром, но еще и будет киноконцертным залом. Дополнительно Смоленская атомная станция выделила благотворительную помощь для закупки нового оборудования, которое будет использоваться при проведении концертной деятельности, при проведении выступлений артистов, наших кружков и тех коллективов, которые у нас есть. В кинозале планируется ежедневный показ фильмов. Предполагаемая стоимость билета составит 170 рублей. Торжественное открытие кинозала пройдет в середине декабря. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Специфический запах, на который жаловались соседи одного дома, вывел полицейских на притон наркоманов. Мужчина сдавал им свою квартиру в обмен на алкоголь. Подробности смотрите далее. В течение месяца сотрудники полиции задерживали граждан, которые выходили из злополучной квартиры. Их отправляли на медицинскую экспертизу, которая показывала, что гости принимали наркотики. У одного из задержанных полицейские изъяли маковую солому. После сбора доказательств стражи порядка нагрянули хозяину с обыском. Внут был пьян и, открывая дверь, отказался. Оперативники были вынуждены позвать на помощь сотрудников МЧС. В притоне нашли приспособление для изготовления и употребления наркотических средств, а также их остатки. Владелец жилья признался, что сдавал квартиру в обмен на алкоголь. Сам он никогда наркотики не употреблял. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов». Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет. В Смоленской области идет строительство новых сельских клубов, а также ремонт старых. В деревнях Болтунина и Касни возводятся крытые павильоны для проведения культурно-массовых мероприятий. О Садолическом доме культуры ведется капитальный ремонт. Дополнительные средства Министерства культуры на строительные работы удалось получить благодаря депутату Госдумы Сергею Неверову. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 101 сообщения о происшествиях, из них 7 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 72 административных правонарушения, в том числе 57 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. В утренний час пик в Смоленске трамвай разнесся на Марку. Авария произошла на улице Нахимова. Водители автомобилей Hyundai и Nissan не поделили дорогу. От столкновения одна из машин вылетела прямо под идущий трамвай. ДТП парализовало движение общественного транспорта. В эти выходные команда Центра спортивной подготовки «Динамо» «Росэнергоатом» САЭС дебютировала в первенстве Центрального федерального округа среди мужских команд по баскетболу. На протяжении двух дней они сражались с командой из Курчатова. Кто же оказался сильнее, выясняла наша съемочная группа. В первый день у наших ребят все складывалось не слишком удачно. Игра была вязкая, а судьи допускали контактный баскетбол. Смоля не фалили, соперник же не упускал возможность пробить штрафной и заработать очки. Несмотря на это, хозяева паркета проявили характер и упорство, собрались силами и все-таки вырвали победу. Встреча закончилась со счетом 86-73 в пользу САЭС. За нашу команду пришли поболеть и малыши из детского сада «Лесная сказка». Многие принесли с собой рисунки на тему баскетбола. За свое творчество они получили подарки от организаторов турнира. Пускай смотрят, может потом увлекется, сам будет ходить, играть, кружок. Второй день для дисногорцев был более удачным, но и более напряженным. Сказывались ответственность и важность игры. Это давило на обе команды. Наверное, именно поэтому в первые десяти минутки нарушения сыпались, как из рога изобилия, с обеих сторон. А четверть закончилась в ничью 20-20. На протяжении всей встречи наши баскетболисты демонстрировали великолепные пасы, перехваты, подборы и владение мячом. А вот с реализацией бросков дело обстояло куда хуже. Кольцо соперника периодически было словно заколдовано. Мяч упорно не хотел в него залетать. Первое станции ФО играет с другими мячами. Молтом, если вы обратили внимание, с желтыми полосочками. И у него совершенно другой отскок, у него совершенно другое ощущение покрытия. И многие из нас впервые с ним встретились здесь. И есть очевидные проблемы. У нас там порядка 18% средние и дальние броски за матч. Но это совершенно не наш уровень. Невзирая на проблемы, результат второго соревновательного дня 99-57 снова в пользу хозяев. В составе нашей команды играли не только десногорцы. К победе приложили руку и легионеры. Ребят давно я как бы знаю. Ну да, так как бы против друга в основном мы играем. Поэтому знаем в принципе кто на что способен. Поэтому в лице в принципе не так тяжело это все. Тренер нашей команды Евгений Томиловский остался доволен игрой своих подопечных. Команда потихонечку сформируется. Многих не видел. У нас еще должен присоединиться Войтов Алексей. Еще наши ребята они все были. Филин Александр. Но думаю, что если мы всех соберем, то не стыдно ехать. И думаю, нам по плечу большие результаты. Хотя курчатовцы и потерпели поражение, они не потеряли боевой настрой. У нас так получилось, что не все смогли приехать. Пол команды здесь. Ну, думаю, что ребятам тоже было интересно. Дали бой. Как смогли. Игры плей-офф начнутся в апреле следующего года. До этого на предварительном этапе ребятам предстоит провести ряд встреч. Всего в первой лиге участвуют семь команд. Это Тула, Курск, Ярославль, Тверь, Брянск, Курчатов и Десногорск. Игры проходят в два круга. То есть впереди еще одна встреча с Курчатовым. Затем пять лучших будут бороться с тремя командами Московской области за попадание в финал четырех. Проведение игр на Десногорской земле и уровень нашей команды были высоко оценены наблюдателями и гостями матча. Красивый город. Площадка соответствует всем требованиям регламента. Место проживания замечательно. Радует то, что в таком, будем говорить, маленьком городке довольно-таки очень серьезная команда, которая представляет российскую школу баскетбола. Ну и естественно, что может быть кто-нибудь когда-нибудь попадет, будет защищать цвета российской сборной на разных уровнях. Следующую игру смоляне проведут на выезде в Курске 3-4 ноября. А 18-17 состоится домашняя встреча с командой города Тула. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Деснатовы. Ученые выяснили, как избежать потери зрения. По их мнению, употребление овощей, богатых нитратами, снижает риск ослепнуть. В исследовании, которое длилось более 15 лет, приняли участие более 2000 человек старше 49 лет. Тем людям, которые каждый день употребляли свеклу, шпинат или зеленый салат, на 35% реже диагностировали макулодистрофию. Эта болезнь является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых. Житель Омска обвинил Олега Газманова в плагиате. По мнению музыканта-любителя Александра Шаханина, певец использовал его идеи для создания клипа и песни «Бессмертный полк». А Миш собирается обратиться в суд. Денежные компенсации он не требует, но хочет, чтобы его включили в список соавторов. А теперь коротко о погоде. 23 октября в Десногорске будет пасмурно, днем плюс 7, ночью плюс 4. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.tv.ru. С вами была Ирина Нурматова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин